вот поехали мы за цилиндрами сейчас должны нам расточить цилиндры дай бог что получилось нормально вроде там 9 10 десятка на размер 82 должно быть все нормально тепловой зазор выдержим потом еще малибденовое покрытие нанесем на поршни должно работать цилиндры расточены они на 82 стенка юбки осталось как говорит производитель поршней отхоннингована грубим грубым хоном чтобы масло все это держалось цилиндры пескостроены и дальше будем насверливать здесь канавки тут проточена также канавка как и на правом цилиндре здесь три отверстия заводских здесь будут еще три отверстия наших по краям еще по два маленьких отверстий здесь тоже двух сторон был просвернули отверстие у нас конечно отвратительный чугун на этих цилиндрах на левом цилиндре были сделаны вот эти три отверстия сделаны дополнительные поменьше и опущены ниже внизу также сделаны отверстия поменьше и опущены чуть чуть ниже так как это от этой юбки у нас вообще ничего не осталось этот цилиндр расточены на 82 82 и 0 9 10 соток зазор между юбкой это про левый цилиндр вот у него дренажное отверстие это проверять как проходит масло это у нас правый цилиндр здесь сделаны наоборот вверху тоненькие отверстия сверху а внизу при перекладке поршень на эту стенку давит больше внизу сделаны такие же отверстия как у этого сверху инструмент хороший для работы по сталь это обработано специальным фрикционным гелем чтобы не алюминий и сталь не налипали вот так выглядит они не обработаны вот так выглядит это уже работал он и на алюминий почему алюминий не залетает это у нас канал впускной такой как был завоза этот канал переделан он и диаметром немного больше делаем такую резинку и будет втанавливаться инжектор вот эту часть ткнула алюминистра она абсолютно не нужна мясо для клапана здесь вполне достаточно чтобы он отравился вот эту ножку придется оставлять потому что в ней охлаждается клапан если отпускной сделать также то клапан будет гореть ну вот у нас поршни подготовлены нанесеном либденовое покрытие так как поршень у нас длинный юбка у него должна быть примерно вот такой он обрезан чтобы при перекладке они не гремели ну и чтоб не залипали поставлю на патрубке цилиндра готова полупорнявки собираем дальше кольца установили цилиндры все крутится установили сразу без прокладок на лактайп установлено так чтобы картер забирал немного тепла из цилиндров потому как прокладки являются теплоизолятором этот двигатель собран практически весь без прокладок прокладка стоит только здесь между генератором и проставкой все потому что она постоянно будет регулироваться ну а в конечном итоге наверное поставим черточку снимем намажем лактайпом и зафиксируем в общем здесь тоже прокладок нет здесь эта прокладка 4 мм стоит из-за шестерни на лазере вырезанной и под головкой цилиндров прокладок тоже не будет поршневая на 82 с цилиндрами цилиндропрошневая группа готова установки кольца на муски собираем дальше сейчас покажу как масло идет и из правого и из левого цилиндра двигатель собран колеса собраны двигатель собраны вот по-быстрому сейчас собрали колеса коляска прямо коляски уже с установленным колесом колеса на 17 мм 130 мм ширина профиль 80 мм колеса данлок и 602 мм динам 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 Редактор субтитров А.Семкин